Городские впечатления ассоциации, они требуют, наверное, отдельного разговора. Поэтому, Роман, несколько слов о том, с чем у тебя ассоциируется Нижний Новгород, есть ли у тебя какие-то с ним живые связи, или это город, до сих пор являющийся своеобразным пятно на карте Российской Федерации. Не буду углубляться в историю, а первое, здравствуйте, а второе, конечно, в новом коридоре моей жизни. Первый раз я здесь побывал в конце 89-го года, перед армией, когда я много довольно ездил по России, даже забирался в такой город Львов. Полдня здесь погулял и мало что понял. Понял только, что это крепкий, старинный русский большой город. В следующий раз я побывал здесь, по-моему, позапрошлым летом. Николай Владимир Жильцов пригласил на мероприятие полдня. Вот здесь вот мы полдня гуляли, ходили с коллегом Алексеевичем Рябовым, с другими писателями. Совсем недавно мне поступило такое предложение, просьба приехать сюда и рассказать довольно для меня тоже неожиданные книги, книжки Тува. Наверное, об этом мы и на самом деле поговорим. Спасибо, Роман. Я хочу сразу сказать, что разговор о той Тувуе, конечно же, не ограничится. Поскольку не так часто удается нижегородцам вживую пообщаться с реальными существующими российскими писателями, мы воспользуемся случаем и попытаемся из романа вытянуть максимум информации, чтобы этой информации хватило еще на один роман «Информация», который является одним из лучших, на мой взгляд, произведений Сенчина. Поэтому, если присутствующие не будут возражать, мы с вами будем двигаться по такой биографической конве. Конечно же, те, кто пришел сегодня в Безухов, наверняка с книгами Сенчина хорошо знакомы, и уж тем более с какими-то минимальными биографическими сведениями. Однако, я думаю, есть смысл эти сведения каким-то образом попытаться покрасить различного рода любопытными фактами, ассоциациями и наблюдениями. Вот я себе позволю прочитать небольшую цитату из книжки «Клуба», которая на самом деле посвящена не столько современному положению дел в этой республике, по-многому загадочным, а детству главного героя. Это отрывок, где речь идет о школьных пристрастиях, годах и увлечениях. Отрывок будет не очень большой, поэтому, я думаю, терпения хватит у всех собравшихся. Одно время я всерьез занимался историей ранним-средневековьем, гражданской войной в СССР, великими географическими открытиями. Но просто изучать исторические книги мне было скучно. Я стал пытаться обобщать сведения из разных книг, записывая в технологическом порядке разные факты об одном и том же событии в тетради. Но это быстро надоедало. Подребовались фигуры, которыми можно было связать события. И так как исторические фигуры чаще всего появлялись в документах эпизодически, я выдумывал судьбу героев. Например, Ринцель, который прожил лет 90, участвовал во всех значимых событиях своего века. Или простого солдата, чья фамилия раз в мелькнула в каком-либо источнике, который вы отделал прошедшимся испытания гражданской войны 18-22 годов. Особенно много таких людей с необыкновенными судьбами было у меня среди путешественников. Один даже успел поплавать и с Колумбом, и с Магелланом. Лес 14 меня больше стал интересовать окружающий мир, события, собственные жизни. И вот у меня в связи с этим такой вопрос к Роману. Интерес к истории, которая просыпается, видимо, уже в старших классах средней школы, почему-то не получил какого закономерного продолжения. Ты заканчиваешь школу и из Кызыла, насколько я понимаю, переезжаешь в Ленинград, где поступаешь в строительное училище. Вот если это не секрет, чем можно объяснить, это довольно странный пульбит. Казалось бы, человек, который вырос среди книг, среди огромной отцовской родительской библиотеки, должен был подумать об историческом, филологическом или любом другом гуманитарном факультете. Чем был выслан такой странный марш-бросок на далекий северо-запад тогдашнего Советского Союза и Российской Федерации? Я действительно готовился поступить в какой-то большой вуз, много занимался, был в заучной, на графической школе у Ломского университета. Писал туда работы, мне приходили ответы. Все равно это чувство меня подтачило, что настоящей истории или нет, или она настолько какая-то субъективная и на самом деле не настоящая в своих деталях, что заниматься ею не то что сложно, а практически бессмысленно. Не так давно я, наверное, в Москве услышал из уст Александра Андреевича Проханова такую фразу, очень запомнившуюся и мне понравившуюся. Он сказал, что истории нет, есть только вариации прошлого. То есть каждый человек, каждая фигура может прошлое под себя, в общем-то, нивелировать, подставлять. Поэтому, когда действительно 10-й, тогда уже через 10 лет, 10-й класс закончился, я, чтобы успокоить родителей, попытался поступить в Новосибирский университет, но уже всей душой был в городе Ленинграде. Вообще Сибирь и Ленинград не как-то каким-то образом очень сильно связаны. Почему-то большинство молодых людей, особенно тогда и до этого, в 70-е годы, они были почти помешаны, видели именно Ленинград. И Москву, и не другими городами, а Ленинград, Ленинград поехать. Вот интересно, что и моя жена немного ранее тоже уехала первым делом в Ленинград из города Кызылов, а потом уже переехала в Москву и поступила в литературный институт. Почти такая же судьба сложилась и у меня, тоже через Ленинград. У меня была армия, у нее не было всего наших особенностей. И, в общем-то, Ленинград это почти неотъемлемая часть большинства сибиряков и северян. У кого-то это сбывается, у кого-то это не сбывается, но почти все от Ленинграда почему-то приедут и мечтают о Ленинграде. А если бы сейчас была такая волшебная возможность выбрать из трех мест одно для дальнейшего жительства – Ленинград, Москву или Кызылов, ты бы выбрал что? Я по-прежнему очень люблю Ленинград, Петербург. Вот я, когда туда переехал, поступил, точнее, поступил, сложно сказать, в строительное училище. В общем-то, нас принимали спокойно, без всяких экзаменов. Тем более, где после 10 класса были такие какие-то курсы, 10 что ли, месяца. Поэтому никаких экзаменов не было. И я практически не ходил на занятия, гулял по Питеру, его исследовал, обследовал, подвернулась квартира, с одним парнем мы ее сняли, и тогда я вообще перестал ходить в училище, даже на обед. Поэтому, может быть, я этим бы занимался и поныне, ходил бы там, обследовался, там, Батлея Канану, там, Лига, улица Марата. А Москва для меня несколько таких вот пятачков, несколько маршрутов. И самый любимый – это мой маленький кабинетик, где я могу посидеть, почитать и попытаться что-то написать. А Кызыл – это… Я надеюсь, что это может быть и будущее. Когда я там старый, может быть уже заслуженный. Вот куда-то туда, или в Минусенске, или в Кызыл, может быть, когда-то перееду, типа, как город Астафьев. Вот, как конец жизни. Ну, учитывая конец рост товарища Шойгу, не исключено, что столица Российской Федерации скоро переедет в Кызыл, этот город будет необычайно престижным. Вообще, кстати говоря, прогулки по Ленинграду – это на самом деле не бесценное блуждение, это своеобразное такое считывание культурной памяти. Недаром все юные филологи Нижегородского университета, они тоже встретят этим городом. И считают своим долгом хотя бы раз в день поклясться в этой любви и потрясающей верности. Вот мы с тобой затронули сейчас тему исторического романа. Вот, мне всегда казалось, что исторический роман, в принципе, жанр мертвый. То есть, выдумать историю так, чтобы она удовлетворяла и знатоков истории, и читателей, наверное, невозможно. Любой исторический роман – это всегда некое насилие над факторами. А с другой стороны, роман будет уступать хитросплетениям реальной исторической жизни. Как ты рассматриваешь судьбу жанра исторического романа, и все-таки нет ли у тебя каких-то планов хотя бы на отдаленное будущее самому попробовать написать исторический роман? Вот, например, Захар Перлибин как раз сейчас практически работает над историческим романом, посвященным не такой же давней историей, да, это 20-е годы, но тем не менее. Вот, как у тебя отношение с историей с 20-30-х годами? Бывает одоленная история, бывает не столь одоленная. Как я знаю, Захар пишет о 20-30-х годах, которые действительно очень, даже в источниках отражаются по-разному. Те же салатки у одних людей воспринимались как какой-то островок свободы, где действительно выходили газеты, журналы. Был, православие было под эгидой анти-религиозной борьбы, возведено культ какой-то, был свободный театр. А от других это была роль, именно лесорубка и уничтожение всего живого. Но я лично, пытаясь постоянно что-то такое набрасывать историческое, детектив, мечтаю написать хорошую, чтобы там что-то связывалось. Действительно, они как-то во многих наших детективах, смотришь или фильм, или читаешь, и понимаешь, или я глупый какой-то, или автор просто вот так связал, чтобы я, опять же, бы связать. Эти жанры очень важны, и они тоже, время очень сложное. Исторический роман на некоторых этапах литературы, и русской, и мировой, сыграл огромную роль. В начале 19 века, например, писать о Средневековье, когда делал Вальтер Скорп, я думаю, это была очень большая просвещенческая идея, и донести о том, о чем почти люди не знают. Конечно, идеализированные формы, может быть. Также, например, русский Дмитрий Балашов, когда он писал о прошлом, когда этого прошлого не хотели особенно знать и помнить. Это были нужные вещи. Как сейчас, не сложно. Я думаю, много страниц, особенно в 20 веке, которые стоило бы раскрывать. Особенно в 20 веке. Который прошел, и мы на самом деле мало что знаем. Мало что можем понять. Я совершенно трудно понять людей 20-40 века. Я не могу представить, как они жили, чем они жили. Несмотря на то, что довольно много читал, но у меня это закатывает. Чем больше будут таких реалистических исторических романов, тем, наверное, лучше. Спасибо. Ну, после строительного училища, после Ленинграда, следующий этап биографии Тарп. В те годы, а мы с Романовым ровесниками, я старший с Саверичного, как госслужба, была фактически обязательна. Насколько я помню, тебе это напрямую соотносится с тематикой Дармейской службы к рассказу «Сутки». Оном и там действия разворачиваются на программ заставить. Вот расскажи несколько слов о своих армейских впечатлениях. Но прежде чем ответишь на этот вопрос, я вот на что хотел обратить внимание. Существует давняя традиция как бы воспринимать мир как текст. Там Семен Половский еще в 17 веке писал, что мир сей приукрашенный, к ним есть велика. Потом вот это уподавление мира книг или текста узурпировали постмодернисты. Но на самом деле, кто в армии служил, а я думаю, что люди старшего поколения или наши с Романовым ровесники с этим социальным институтом соприкасались, прекрасно знают, что сравнение армии, книги и жизни оно было таким ходородом. Была такая пословица, что жизнь — это книга, а армия — это две лучшие страницы этой книги, из нее вырубанные. Вот как ты рассматриваешь армейскую жизнь? Это две вырубанные страницы, или это все-таки два каких-то рассказа или две новеллы очень любопытных исследований? В армию я сначала боялся идти, и предпринимал некоторые усилия. Даже меня познакомили с одним генералом, не помню почему, с которым я поел борща у него дома, очень жирно. Он мне сказал, давай мой флот, это вот настоящая служба, будешь на корабле, объездишь по умеру, на риоликах. Ну, меня это все как-то испугало, я сказал, спасибо, не надо, не надо, и убежал. В итоге я попал в погранвойска, о чем сразу же не пожалел. Хотя по глупости сказал, что у нас дома была собака, и я умею... Имею отношение вот к дрессировке и так далее. Меня определили в кинологи, ну, через неделю-две я понял, что это, в общем-то, мне не подсиловать, что я не стал вот как-то там брэмбой, сверхсолдатом, а может быть и день того, мои, так сказать, ноги стопчутся там для коллег, как-то на шутиле. Вот. Ну и... В итоге я служил в погранвойсках, где-то подкашивал, потом я был поваром, даже несколько недель был клеборезом, что по армейски... по армейской иерархии вообще что-то сверху какое-то. Клеборезом я был на первом году службы, поэтому все масло растаскали каши по сроку службы, и меня отправили на заставу. И более полутора лет я прожил на заставе, практически не выезжаю оттуда, и мне служба там относительно понравилась. Вот это замкнутый мирок, конечно, когда видишь каждый день 10-15 человек, довольно сложно, но с другой стороны, что-то в этом есть такое казацкое, когда ты сам ходишь на ряды, обслуживаешь свою жизнь, пытаешься как-то облагородить быт, жизнь, ну то есть полугражданская, полуармейская, полу воинская жизнь. Вот. Уволился, как нерадивый солдат под Новый год, кое-как добрался, но под Новым козыло, и практически своим дебилем я наблюдал по телевизору, как спускается красный флаг, в общем, произошла перемена, в общем-то, в стране вместе с моим, с моей гражданской взрослой жизни. Вот. Я не считаю, что это два каких-то вырванных года, перевырванных страниц, наоборот. для меня это, как и для многих, это, побоюсь этого слова, какой-то опыт жизни, и так как я пытаюсь писать, то, то и дело, я тут отчерпаю и словечки, и какие-то характеры, которые в нормальной жизни очень редко услышишь, и очень редко таких людей встретишь. А граница была Россия с Советской, Финской, да? Да. И очень было интересно, когда, в общем-то, все рушилось, я призвался, в конце 89-го года уже начало, стало все рушиться и увольнялся, когда уже Советского Союза практически не существовало. Мы, по сути, смотрели, читали, что везде разговаривали, а мы несли эту службу под конец там, мои ребята своего призыва поймали вот опьяницу, который забрел на нейтральную территорию, или это было каким событием, что вот держим границу на замке. Хотя, тут же, в нескольких километрах был пункт, где можно было спокойно к себе горелым, кином, 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 со мной общаться. Это был некий, конечно, отсуток, который, в общем-то, я и в рассказе сутки пытался описать. Спасибо, Роман. Вот еще в связи с этой армейской темой вопрос такого рода. Как ты считаешь, есть ли книга, которая в собой как бы закрыла вот эту тематику службу в Советской Армии? Мы можем, например, говорить о том, что после выхода Поляковских в Тайне после приказа или там Кирзы Вадима Чугунова тема это уже не требует никакого нового взгляда или нового исследования. И мне кажется, что там еще есть чем пожелиться, писать или читать. Вообще, кого ты выделяешь в этой литературе? То, со своей точки зрения, как бы наиболее правдиво, точно и полно воспроизводит, воспроизводит, это армейский быт. Я сейчас фамилии не могу вспомнить, но армейская проза она встречается довольно часто, но вот такой интересный момент, что служишь, когда тебе 18-20 лет в основном, все-таки начинаешь как бы серьезно писать, можно нет серьезных можно писать и там где-то 7-8, но к какому-то такому уровню подходишь уже лет наверное 25. И многое очень забывается у человека. Совсем недавно буквально я читал, перечитывал начиную раз зону и там интересно, это некоторое конечно кокетство, там догматов чередуют зону с писем. Перед год некоторые куски потерялись, я не могу их остановить, так как я был другим тогда. Действительно, человек, побыв на гражданке буквально месяц, два, три, он уже становится другим. Это требует писательства, мастерства и таланта, чтобы через несколько лет представить себя тем же, с теми же чувствами, с теми же потребностями, каким ты был на солдатской службе. Там вот как-то вспоминаешь отношение и к холоду, и к еде, и к силам было другим. Вот именно в армии я чувствовал, как у меня там кусок масла, он проходит месяц, там растворяется, не было страшных. Каким бы я голодным ни был на гражданке, представить такое чувство, мне не доводилось. Это сладкое чувство за пять минут подъема, когда ты знаешь, что можно еще пять минут поспать. это редко довольство. И крикорно подъем, передать вот это очень сложно. Нет, Поляков, он, наверное, кстати, перечитывал сто дней до приказа, где-то было, перечитывал. На мой взгляд, довольно безобидное произведение. Я тоже, как бы, по сравнению с другими. может быть, страйба скалит, но где-то чересчур, но там вот об армии тоже много сказано. Не так давно книга «Зебра» и «Евыч», я помню, автора, тоже об армии очень хорошо. И Чекуновская «Керза», нет? Понятно, другая. Поэтому об армии стоит писать, особенно вот от сегодняшней, последних лет, наверное, десяти. Какой она стала? Ну, вообще-то и не знаю. Кстати говоря, как там погромать, как от себя удалось так называемой дедовщиной? Я, насколько знаю, в основном опыт выходит, это очень сильно всегда зависело от разновидности войск. У нас, прям, таких издевательств не было. Были шутки. Конечно, человек, который второй год служит, он имел некоторые преимущества его в первом водка напрячь на что-то, но такого прямо не было. Я считал, что такие издевательства и так далее. Ну, и тем более, постоянно ходили с автоматами, постоянно был допуск оружейный парк доступен, поэтому все-таки держали себя в руках. Спасибо, Роман. Что следующий этап напрашивается сам собой, то, что происходит после армии? После армии это литературный институт. Вот я бы хотел сделать скачок из прошлого современное и напомнить собравшимся, что с месяц назад, может быть, чуть поменьше, может быть, чуть побольше, литературный институт в министерском образовании был включен в перечень неэффективных вузов. Хотелось бы, Роман, услышать твое мнение литературного института именно на сегодняшнем этапе. И столько, может быть, о воспоминаниях студенческих лет, сколько о том, является ли этот институт рудиментом советской эпохи или это действительно вуз, который выполняет важную социальную функцию и наличие которого необходимо. То есть, жить ли это институт, или это все-таки некое наследие прошлого, которое необходимо ликвидировать. Подумай об этом с той подробности. Да, это больной вопрос. Я уже письменно на него отвечал для литературной газеты и в своей газете, где я работаю, литературная Россия, был об этом спор не один раз. Может, это покажется как-то скучно или как-то еще. Главная причина, на мой взгляд, это то, что этот институт, в отличие от советского времени, когда он был под союзом писателей Советского Союза, каким бы это, союз писателей не был там идеологизированным и так далее, он был особым вузом. Потом он стал вузом Министерства образования. И эти все программы филологических вузов легли до него. Я там два года помогал своего мастеру Александру в Ихимчугу виски семинар и присутствовал на этих ученых советах. Там главное было программы, аттестации и так далее. То есть людей заботило и заботит именно соответствие вуза вот этим нормам Министерства образования. Это во многом, конечно, этот институт губит. Я думаю, что нужно искать талаковых людей от Комчатки до Калининграда и привлекать их на учебу в институте. Для этого он был и создан в свое время. Сейчас там учатся в основном молодежь после 11-летки, после школы. В основном это москвичи и какие-то потенциальные таланты странные, которые не могут ходить на лекции, все записывать, потом рассказывать, какой мастер была площадь у Казбича, а это один из главных вопросов экзаменов в институте. Должны быть учиться в основном такие странноватые люди. Главное, что странноватые профессора, преподаватели в институте еще остались и действительно студентов располагают любовь к чтению. Книгам, к чтению, к той литературе, которая не совсем для нас в жизни сложно взять и почитать. Мне запомнился про преподавателя Карабутенко, благодаря которому я познакомился с романами Гюйсман. Дессада переводит. Ну да, он очень сочно рассказывал про Гюйсманца, и я когда почитал рассказы этого французского писателя, понял, что это действительно настоящая литература. А в реальной жизни я бы Гюйсманца никогда не открыл и не нашел. Так же и с другими преподавателями, которые живут в своем таком мире и вот за годом вот студентам вот это свое проповедуют. Это правильно. Такие должны быть странные преподаватели, и странные не должны учиться в студентах. И институт надо каким-то образом вывести из этого минно- образовательного такого порвата куда-то новое такой вот трус. И тогда у него есть шанс остаться. Тем более у него сейчас новый конкурент. И премия и дебют, и форум в ЛИПках, который открывает этих молодых писателей. Для этого не нужно 5 лет учиться, прибавить в Москве. Можно приехать и послать рукопись. Лучше стать довольно не то, чтобы известным писателем, а быть замеченным. развиваться. Лучше. на это теоретически должен человек располагать. Приглашать его в Москву, приглашать его в эту по сферу литературную, и чтобы он из нее выходил уже каким-то более-менее определившимся человеком. Спасибо. Мне, кстати, кажется, что вряд ли этот институт решит какие-то проблемы, так же, как это не решит любой другой вуз. Насколько устраивать какой-то анклав нормального существования и здравых правил внутри безумной системы это практически невозможно. А то, что навязывает ленопр, это, конечно же, шизофрения в чистом виде. Вообще, кстати говоря, по идее нужно отменить даже школьную программу. Вся литература классическая, которая туда входит, она является антибуржуазной, антикапиталистической, антиэффективной. Получается такое расщепление сознания. Наше так называемое государство провозглашает пункт светлому рынку, а в школе насчет детей неправильно на все это учат, что это необычайно трудно. У меня недавно по итогам летних блужданий по Москве людей, они с одной площади на другую, я тоже написал небольшую заметку, что надо пересмотреть оба одним Москвы. И вообще Абай под ним сидели, что он писал за стихи, потом 31 числа на Кюнфайльной площади, куда людей не пускают к Маяковскому, а кем был Маяковский. Поэтому у нас все это Гипоедов, Пушкин, Цой хотят уиковечить длителя, что делать выше плечом и так далее. Вот действительно очень большая вот такая старых революционеров и старых таких вот именно революционеров Собянина. Когда стал мэром, приехал на площади 905-го года, увидел, что ларьки закрывают памятник борцам 905-го года революции. Стал срочно открыть, памятник не видно, все ларьки сниться, а кому памятник? Поэтому в этом есть некий абсурд, когда наши власти борются с нынешними революционерами, но все памятники всем этим вольнодумцам они почитаем и открыты. Вот действительно это. Так, еще тогда такой боковой вопрос. Если кто-то из присутствующих занимается литературой, пишет стихи, прозу, рассказы, романы, ты мог бы дать какие-то рекомендации по выстраиванию линии поведения? То есть вопрос заключается примерно в следующем. Сохраняется ли наше время возможность жить и действовать, как делал это, предположим, Мартин Хидден, герой Лондон, который написал много текстов, а потом на почте все рассылал, ожидая ответа. Ждал очень долго и все закончилось известно. Так вот, такая методика сейчас приемлема или есть какие-то другие пути вхождения в литературу? Мог бы дать совет рекомендации на этот счет? У меня с тобой понятие самотек и самотека наверно в 99 случаев и 100 случаев только в одном, а может еще меньше что-то действительно принимается в печати и становится книгой или журнальной публикацией. и придуманы вот эти все формы молодых писателей или идут, а как дальнейшую все как КПД? А это же невозможно просчитать. Можно быть гением лет 20, а потом стать совершенно обычным человеком, которым даже литература и противная, и неинтересная. Поэтому тут и на КПД это то же самое как с ветостикутом, что рентабельно или эффективно или не эффективно. Просылки наверное и нужны, но как что-то такое сопутствующее. Все-таки нужно личное общение с редактором, знакомство, какая-то случайность и в плане хотя бы временно в той атмосфере крутится довольно может быть не всегда приятная литературная жизнь, но не иногда так и является. Как тебе кажется, форму липок, он является, является ли он таким идеологическим проектом? Если мы посмотрим, кто его спонсирует, это Сергей Филатов, бывший глава администрации Ельцина. Ведь понятно, что существование липок это не любовь к честному искусству. Не происходит ли здесь такого замыкания писателя в определенной рамке? То есть им уже сразу намекают на то, что можно, а то, что нельзя писать. Может, например, пропиться в липке рукопись, повествующая, например, о патологическом разложении характера Бориса Николаевича Ельцина? Пусть это будет обладать представительными, достоинственными художествами. или такой текст уже там заведом не пройдет? Прямо какой-то идеологической направленности липок я не вижу. И открывая журнал «Наш Современник», довольно часто вижу там, что участник форума в липках лет 5-7 уже активно печатают молодых авторов и в общем многие участники тоже Казинцев и Сергей Куняев участвуют в этом форуме из журнала «Москва». Ну вот я прямо вот так вот как вы сказали про Ельцина не знаю. Смотря на какой будет текст. Ну там разные писатели и в разные лагеря уходят и разную литературу пишут. я например очень рад что такой форум существует может быть ему нужно какое-то обновление последний год два может что-то такое немножко изменить формат или еще что-то это для нашей огромной широкой страны и на широкой от Хамчатки и Владивостока это наверное единственный шанс человеку оттуда попасть действительно вот в этот мир хотя бы на неделю и чтобы о нем действительно узнали с ним поговорили и чтобы он узнал как это будет вот рукопись Василия Авченко который стал известен в своем документальном романе «Правый дух» и вот она досталась именно на форуме уливков я должен написать рецепт буквально прочитав несколько строк я думаю что это настоящая вещь и не ошибся потому что тут же появилось в Абмаргине отзыв хороший что выходит полкнига и еще несколько писателей это очень интересно на Камчатке на Камчатке вот такой на Камчатке живет такой Борис Василий Ширея очень своеобразный критик тоже кто бы когда о нем знал если он не послал своей рукописи на этот пол если он послал в КДЖурнал сказать что КДЖатыник оставили это без так сказать лицензирования мне это писать поэтому несмотря на интернет и на всякие вот такие облегченные формы коммуникации все-таки вот такие форумы и даже Литвинситут они очень важны спасибо в общем будем считать что Литвинситут это часть той силы которая вечно хочет зла но вечно совершает плак напомню что в 2000-2000-е годы роман начинает активно достаточно отличаться в так называемых толстяках причем любопытно что ведь там и в знамени есть публикации и в душе для народов то есть это журналы которые вроде бы стоят на оппозициях не совсем соприкасающихся между собой братьев мировоззренческий фундамент в связи с этим вот какой вопрос как тебе кажется есть ли необходимость вот эти оставшиеся толстяки группирующиеся в так называемом журнальном зале пустить в свободное плавание то есть грубо говоря решить государственные протяжки пусть они переходят на самоокупаемость и это нам позволит выяснить то что журнал опреально представляет и кто действительно может претендовать на волю арбитра художественного вкуса иначе получается что группа людей достаточно замкнутая диктует свою волю заставляя литературу вариться в каком-то довольно запахом перебранившем соку вот как тебе кажется опять же толстый журнал это такой же почти рудимент эпохи как и допустим этот институт в каком-то плане или все-таки это вещь которую нужно сохранять и развивать и как у тебя выстраиваются отношения с этими институтами социальными в виде толстых журналов толстых журналов очень сильна роль редактора редактора его когда-то боялись советское время что будет что-то зажимать что-то обрезать сейчас в основном редактор следит за текстом и делает текст избавляет текст от тех кляпов которые у самого писателя появляются вот это строгость не всех толстых журналов но журнал знамя хотя там бывают публикации которые мне чужды и иногда неприемлемы все равно я вижу профессиональный уровень когда я открываю многие книги которые видны вроде ведущих журналистов вроде бы все солидно все хорошо полиграфия отличная видно что там просто кроме автора никто даже корректор туда не заходил ничего не делал это обесценивает уже литература во многом именно полная такая драматическая свобода автор это одно но вместе с автором должен быть человек который что то такое может заметить отметить поспорить с ним поэтому в основном журналы не только которые представлены в журнальном зале но и наш современник и Москва и еще несколько журналов региональных которые к сожалению в журнальный зал так или иначе не пускают но эти журналы они должны существовать пытаться как-то на мой взгляд свою аудиторию расширить но если смотреть сколько туда заходит на журнальный зал читателей то мы видим что там читателей довольно много можно видеть журнальный зал сделать немножко оплату хотя у нас не все еще привыкли к электронным деньгам поэтому сам институт толстых журналов не очень меня не не лично важно вот когда я стал получать альманах земляки тоже увидел что оказывается в нижнем новгороде есть хороший настоящий альманах который печатает очень хорошую литературу не только писателей нижнем веронской области но и всей страны какие журналы есть урал и сибирские огни и север во многих областях выходит журналы если это все собрать то у нас действительно получается очень большая разнообразная литература у пора нам переходить от фактов до биографии и последствий количество большинство читателей роман сенчин прежде всего автором и вот здесь возникает чисто технический вопрос все-таки правильно название произносится я встречал три варианта я встречал вариант йелтышева я встречал вариант ютышева причем подробнее они говорили что в сибири илтышевы и даровами называют вот эти кругляки, так называемые, это, видимо, был киво в сторону сибирской архаической традиции. Учитывая, что даже организатор вечера Саша Курицын сегодня Туво позвал Тувой, я думаю, будет весьма насущно все-таки раскрыть эту жгучую тайну Елтышева, как неправильно звучать роман. По названию. Потом и затрону другую. На мой взгляд, Елтышева. Автор считает, что Елтышева, да? Но не возбраняет иные точки зрения. Прототипов звали Елтышева. Правильно, наверное, скорее. Более распространенная фамилия это Елтышева. У меня вот Елтышева. Хотя Елтышева и есть такая фамилия, и они очень обижаются, когда их представляют. Говорят, что мы не Елтышева, мы Елтышева. Теперь вопрос. И когда я писал, я совершенно специально никуда не заглядывал, что это слово обозначает, это фамилия, куда она берется. И когда уже прочитал в одной из рецензий толкования этого слова, то понял, что я вот, фамилия получилась нарицательной. Хотя этого не хотел. И всячески этого избегаю в своих вещах, стараюсь вообще называть как это, вот, именно именные фамилии. Или Сергеев, или Иванов, или там, еще. Вот. Вот тут получилось вот так, и значит, это неспроста получилось. Вопрос вот какого рода. Мне почему-то всегда удивляла озлобленная реакция ряда критиков по поводу этого романа. Причем она сводилась не к тому, что критики предъявляют какие-то стилистические претензии. У нас есть группа товарищей, которые считают, что нужно писать стиль Игоря Северянина, то есть насыщая текст неорологизмами, коломбурами, цитистными сравнениями. Если там перед нами некая прямая проза, то для них это вроде бы как недостаток. Мы разгар об этом вести не будем. Но меня удивило, что ведь многие критики всерьез уверялись, что ситуация, описанная в Йелтышевых, невозможна. Что это личный ад романа Сенчина, что страна наша, наоборот, как бы развивается все более и более высоким вершином человеческого духа. Почему все-таки роман этот вызвал такое неприятие у некоторых кругов реверальной общественности? Ведь мы по телевизору как бы видим